Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». И мы с вами продолжаем наш найважнейший плейлист «Английский язык до автоматизма с нуля до уровня Advanced». Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. И для вашего доступа все видео я загружаю в данный плейлист, который так и называется «Английский язык до автоматизма. Полный курс». Друзья мои, это третий урок на повторение. Последний урок. И далее у нас с вами контрольная работа. Обязательно контрольная работа. Там 300 предложений предусмотрено. Вот сейчас 300 предложений. Я рекомендую вам все тщательно пройти. Это навсегда уже заложит такие вот очень прочные основы. Это очень крепкий фундамент, опять же, для очень прочного и красивого такого дома. Друзья мои, итак, значит, что мы с вами разбирали. Урок 11 был на повторение. Мы с вами повторили некоторые правила, наиважнейшие правила. В уроке 12 мы эти правила дополнили. Сейчас идут более частные правила плюс лексика. Это систематизация по всем 10 урокам. Итак, значит, часто возникает проблема с предлогами. Это неудивительно. И очень часто путается с предлогом to и артиклями. Еще давайте с вами все расставим на свои места. Например, мы хотим сказать. Мы часто ходим в кино. Мы часто будет we often ходим. Go в кино to the cinema. Мы с вами говорили, что после go мы практически всегда ставим to. И запоминаем выражение. Go to the cinema. Go to the park. В парк, соответственно. И так далее. Но иногда нам артикль не нужен. Мы помним с вами выражения, такие как go to work, go to school и так далее. Например, я хожу на работу. I go to work. Я хожу в школу. I go to school. Видите? То есть здесь частный случай, что, во-первых, нет артикля. Но есть еще более частный случай. Есть некоторое выражение, когда to после go не употребляется. Что это за выражение? Запомните. Идти домой. Как будет идти домой? Вот, например, вы хотите сказать. Мне нужно идти домой сейчас. Мне нужно. I need. Идти. Ну, мы с вами разбирали, что раз глагол нужно поставить to, to go, и домой. Как вы скажете. Вот выражение запомните. Go home. Мы с вами говорили. Come home. Идти домой. Go home. Come home. Приходить домой. Здесь не нужно ни предлога, ни артикля. I need to go home. Мне нужно пойти домой. I need to go home. Еще один пример. Она обычно приходит домой рано. Смотрите. Она обычно. She usually. Приходит домой. Домой. Ну, приходить. Приходить это come. Только опять же, видите. She, поэтому s добавляем. Но читается как comes. Потому что смотрим именно на звук. Звук в озонке. Соответственно, comes. She usually comes. Домой. Используем это выражение. Home. Рано будет. Early. Если поздно, то это будет late. She usually comes home early. She usually comes home late. Поздно. А позже будет later. Вот поэтому я и написал. Later – это будет позже. Тоже повторите. Да, вот это очень важно. То есть, обязательно помните, что to используется с go. Это предлог движения. Но вот это исключение важно знать. Далее. В режиме интенсива. Вспоминаем. Значит, как сказать другой. Другой будет, соответственно, another. Например. Он хочет жить в другом месте. Он. He. Хочет. Once. Жить. To live. Видите, to. Соответственно, расстроил глагол в. In. Another. В другом. И месте. Place. He wants to live in another place. Никакие артикли после надо не нужны. Мы с вами говорили, что артикли не нужны, соответственно, после another. После притяжательных местоимений. Значит, соответственно. Когда и, соответственно, после указательных местоимений. This, that. Еще раз. Систематизирую. Значит. У нас нет артикля. А как сказать, у нас нет артикля на английском языке? То есть, засловно, мы не имеем артикля. Мы не имеем. We don't have. Артикль будет article. Но ставим, соответственно, an. Потому что на гласный звук получается we don't have an article. У нас нет с вами артикля. Соответственно, когда another. Далее этот будет this. Значит, то, та, that. Это указательные местоимения. То есть, указательные местоимения. И притяжательные местоимения. Соответственно, my. Далее. Your. His. Her. И так далее. Вот это важно. И заодно вспоминаем. Как сказать этот. Этот будет this. Тот будет that. Эти будут these. Те будут those. И с вами, друзья мои, также не забываем. Мы с вами также не забываем, что если у вас this и that, то это означает it и добавляется as. Например, этот метод реально работает. Этот метод, получается, как мы с вами скажем, этот метод. Получается, this method реально, really, работает, works. И так повторяем. И так далее. We often go to the cinema. We often go to the park. I go to work. I go to school. Go home. Come home. I need to go home. She usually comes home early, late, later. He wants to live in another place. We don't have an article. We don't have an article with another this, that, my, your, his, her, with s. We don't have an article with another this, that, my, your, his, her. This, that. This method really works. These, those. Так далее. В режиме интенсива. Значит, что еще нужно с вами запомнить? Артикль. Не забываем артикль. Например, у него есть машина. Значит, это мы с вами сейчас разбираем артикль. Article теперь. У него есть машина. Насловно он имеет. He имеет. Мы с вами говорили, что если he, she, it, as добавляем, но в случае have это has. He has машина. Вот если существительный в низком числе, то ставится артикль в общем случае. Артикль. Э или эн. Мы говорили, что э, если, соответственно, согласный, эн, если гласный. He has a car. Например, у нее есть дом. У нее есть. То есть, она имеет. То есть, она имеет. She has a house. То есть, если так или э, или эн, пересуществить нам. Единственное число, значит, единственное число, one. Мы с вами писали. Вот это формула. Но есть и более сложные случаи, когда у вас есть прилагательное. Соответственно, если у вас есть прилагательное, как здесь, например, смотрите. У него новая машина. Дословно, он имеет новую машину. Смотрите, он имеет. He has новую машину. Новая будет new. Машина будет car. Вот здесь у вас получается, соответственно, существительное. Noun. Перед ним стоит прилагательное adjective. Видите, опять же, в единственном числе. One. Тогда мы с вами должны ставить по нашей формуле то же вот самое, что писали здесь. A или N. Вот наша формула. Очень многие, практически все, называют поставить здесь артикль. Или ставят и не понимают почему. Вот здесь. He has a new car. He has a new car. Видите, после прилагательного есть существительное, значит, думаем здесь об артикле. Я пишу на английском, но вы запоминайте, что noun – это существительное, adjective – это прилагательное. И здесь примеры. Далее. У нее красивый дом. Дословно, она имеет красивый дом. Она имеет. She has. Красивый. Вот красивый будет как? Верно. Beautiful. Beautiful. Дом. House. Опять, видите, после прилагательного есть существительное, в единственном числе. Думаем об артикле. Начинается, видите, опять на согласный звук, поэтому ставим, разумеется, с вами – a. И получается, she has a beautiful house. Также вы должны понимать разницу all и everything. Соответственно, я знаю все. Я знаю. Если просто все, то это everything. А если все что-то, то мы используем all. Например. Соответственно, он читает все документы. Он читает. He reads все документы. All the documents. He reads all the documents. Так, all everything. I know everything. He reads all the documents. Ну, there – это тоже артикль. Означает конкретные документы. Если мы вообще скажем all documents, это значит вообще все документы, которые в мире есть. А all the documents имеются все документы, относящиеся именно к нему. Так, there – это определенный артикль. Мы с вами также будем далее подробно разбирать. He reads all the documents. Опять же, all the documents. Вот смотрите, такой пример. Все люди делают это. Как вы скажете, все люди. All people делают это. Do it. Ну, потому что здесь имеются вообще люди во всем мире, которые… Поэтому all people. All people do it. Там все люди знают это. All people know it. All people know it. А вот такие выражения – все документы, вся информация и так далее – это all the. То есть, означает какие-то конкретные документы, какая-то конкретная информация, а не вообще вся информация во всем мире. Это тоже важный момент такой. Итак, повторяем. Article. Э-О-Н. Вот это, смотрите, слэш называется или. Или на английском языке это or. О читается. Э-О-Н. Э-О-Н. Plus noun. One. He has a car. She has a house. Э-О-Н. Plus adjective. Plus noun. One. He has a new car. She has a beautiful house. All and everything. Э-О-Н. Э-О-Н означает и. Слова просто еще полезные просто. Соответственно, или. О. Или. И and означает и. All or everything. All and everything. Соответственно, О – это или, and – и. I know everything. He reads all the documents. All people do it. All people know it. All people know it. Далее. Что еще? На что еще нужно обратить внимание? Значит. Я вовсе не понимаю это. Как сказать вовсе? Вот вовсе на английском языке – это at all. Ставится на конце. Я вовсе не понимаю это. Надо сказать, я не понимаю это. I don't understand it. Вовсе будет at all. I don't understand it at all. Далее. Еще. Порядок слов. Вот порядок слов в английском языке называется word order. Порядок слов. Word order. Порядок слов. Порядок слов. То есть, как мы строим предложение. Значит, смотрите. Вообще есть такое правило, что если в английском языке какой-то есть заголовок, то у нас идут заглавные буквы у слов. Ну, в общем случае идут заглавные буквы у слов. Там существительные, глаголы, прилагательные, идут как заглавные. Видите? Word order. Порядок слов. Я тебе комментарии напишу, потому что непонятно. Порядок слов. Например. Ты очень хорошо говоришь по-английски. Поговорить кому? Ты очень хорошо говоришь по-английски. Ты. You. Очень хорошо. Вот очень хорошо мы ставим на конец. И получается you speak English. Очень хорошо будет. Very well. You speak English very well. Наконец. Далее. Он работает очень усердно. Или он очень усердно работает. He. Очень усердно работает. Видите? Опять же, правило подлежащее сказуемое. You speak. Он работает очень усердно. Он работает очень усердно. Или он очень усердно работает. На английском языке только так. He works. Очень усердно. Very hard. He works very hard. Далее. Также не забываем, как будет его, ее, когда неодушевленное. Помните или нет? Например, ее прибыль кажется большой. Вот мы говорим о какой-то компании и говорим ее прибыль. Вот его и ее, неодушевленных. Это it's. It's. Вспоминайте слово прибыль. Мы сами разбирали в рамках нашего полиста. Получается, it's. Прибыль будет profit. Кажется. Seems. Не оглушаем. Seems. Большой. Big. It's profit. Seems. То есть, видите, опять мы с вами разобрали at all. I don't understand it at all. What order? Порядок слов. Мы с вами говорили, что order – это заказывать, но и order есть другое значение. Это как раз порядок. Бывает так, что в английском языке одно слово и существительное, и глагол, то есть, несколько частей речи. И как раз вы это видите наглядно. What order? Порядок слов. У нас далее запланировано все будет больше новой лексики, друзья мои. Материалы будут усложняться. Но основываются, опять же, на всех нюансах, которые мы разбираем в каждом уроке, поэтому не пропустите. Итак, соответственно, you speak English very well. He works very hard. It's profit seems big. Видите, друзья мои, как важно знать новые слова. Мы с вами посмотрели много грамматических нюансов. Видите, у нас словарный запас расширяется, растет фразы. Друзья мои, но хочется проверить, как вы знаете английские слова, и чтобы вы не ударили в грязь лицом, для вас теперь небольшой диктант. Значит, соответственно, в контрольной работе будет встречаться, в контрольной работе встретятся слова и более сложные, которые мы с вами разбирали в уроке. Поэтому давайте, чтобы вы не ударили в грязь лицом, проверим, насколько вы сейчас можете вот просто перевести слово. Давайте это сделаем. Такой диктант. И посчитайте, сколько у вас правильных ответов. Если у вас не 100%, не 90%, и даже не 80%, это еще не лишний повод задуматься о реальной ситуации, реальной обстановке. Итак, переводим. Успех. Как будет успех? Сексес. Ну, если, соответственно, правильно, отмечайте. Если нет, то помечайте, сколько у вас ошибок, чтобы потом посчитать. Сексес. Далее, привлекать. Привлекать. Attract. Attract. То есть, в идеале, если мы говорим, что мы английский язык доводим не просто до автоматизма, а до полного автоматизма, то вот интервал времени, который я вам даю, чтобы перевести, это больше, чем достаточно. Вот следующее слово, например, скучать. Вот я только произнес, и у вас сразу вспышка, еще секунду, я не прошу, вспышка, что это за слово. Вот, по идее, нужно вот так. Скучать. Это еще слово скучать. Как это будет? Мисс. Прибыль. Профит. Поддерживать. Support. Мотивировать. MOTIVATE ПРАВИЛО РУЛ СОВЕТ ADVICE РЕГУЛЯРНО 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 Если вы увидите эти слова, там, MOTIVATE, REGULLY, вы их переведете. Но гораздо сложнее именно перевести самим с русского на английский. Но ведь в практике вам нужно самим говорить. Поэтому вот эта практика наиважнейшая, то, что мы с вами делаем. РЕГУЛЯРНО И вам нужно учиться именно, в первую очередь, не просто читать. Многие читают, но говорить не могут. Самое главное, говорить, друзья мои. Говорить и также понимать. РЕГУЛЯРНО Далее. Вопрос. Какой будет вопрос? Question. Память. Memory. Происходить, случаться. Вспоминайте, как будет происходить, случаться. Happen. Happen. Объяснять. Так, сейчас давайте. Это у меня просто подсказка внизу. Соответственно, какие слова еще нужно проверить. Итак, объяснять. Explain. За границей. Abroad. Родители. Parents. Обсуждать. Discuss. Другой. Another. Снова. Опять. Again. И, как вы понимаете, важно не просто запоминать слова, но желательные выражения. Например, еще один раз. Как будет еще один раз? Что это за выражение? One more time. One more time. Выучить английский быстро. Выучить английский быстро. Это выражение. Learn English. Быстро. Fast. Именно так. Learn English fast. Еще один примерчик. Говорить по-английски свободно. Говорить по-английски свободно. Speak English. Свободно. Fluently. Speak English. Fluently. Вот видите, такой вот небольшой диктант. Показал, насколько вы знаете, соответственно, слова. Стоит ли вам еще что-то повторять. Усердно вы поработали. Может, нужно еще добавить усердие. Приложить еще усердие к вашему имеющемуся усердию и трудолюбию. Вот такой диктантик, друзья мои. Обращайте внимание. Будьте готовы. Потому что, если слова не знаете, это тоже ошибка. Я включаю именно самые частотные слова, что нужно знать. Поэтому это нужно знать в первую очередь. Давайте еще раз повторим. Итак, success, attract, miss, profit, support, motivate, rule, advice, regularly, question, memory, happen, explain, abroad. Parents, discuss, another, again, one more time, learn English fast, speak English fluently. Ну что, друзья мои, я думаю, если вы действительно уже тщательно проделали уроки, может быть, не один раз посмотрели и, соответственно, поработали уроки на повторение, самое время перейти к контрольной работе, друзья мои. Очень важно все сделать, чтобы действительно уже более основательно заложить основы. И мы с вами переходим. Для вашего удобства все видео я загружаю в данный плейлист, который так и называется «Английский язык до автоматизма. Полный курс». Конечно, спасибо, мои друзья. Спасибо.